Доброе утро! В эфире 12 канала Час новостей в студии Регина Абузарова и коротко о главном. Котел снова в работе. На ТЭЦ-3 закончили ремонт оборудования. Когда в домах жителей нефтяников и левобережья окончательно придет тепло? Многомиллионный подарок мошенникам. Я снял деньги и перевел так же. Какой мне купкингод сказали, туда я перевел. Амич доверился лжеоператору банка и остался в должниках. Квитанции нет, но платить придется. Единый документ на оплату коммунальных услуг не пришел в этом месяце. Расскажем почему. Омские школьники посетят международную выставку «Россия» на ВДНХ. Мы посмотрели всю ту мощь лидеров Омской области, которые достойны. Когда отправится первая группа и можно ли еще попасть в этот список? В квартирах Омичей станет теплее. ТЭЦ-3 полностью восстановила работу оборудования. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. Напомню, один из семи котлов отказал накануне. Батареи стали холоднее в домах жителей нефтяников и левобережья. От Омичей поступали сотни звонков с жалобами. О поломке специалисты узнали еще вечером, но к ремонту аварии аварийная бригада сразу приступить не могла. Дело в том, что сначала нужно было котел остудить, а затем слить воду. И вот сейчас ремонт закончен. Буквально пару часов назад восстановленный котел запустили. Специалисты уже провели гидравлические испытания и начали постепенно поднимать температуру. В настоящий момент ТЭЦ-3 полностью восстановила свои мощности и работает в рамках заданных температур. Как распределяют средства городского бюджета и увеличился ли он с последнего рассмотрения в ноябре, станет известно уже сегодня. На заседании городского совета депутаты должны утвердить главный документ. Доходы в сравнении с первоначальным проектом увеличатся на 780 миллионов. Таким образом, общая сумма составит около 35,5 миллиарда рублей. Средства направят на создание комфортных условий для горожан. Вот ключевые цифры. На ремонт и поддержку нормативного состояния магистрали заложено 4 миллиарда 883 миллиона. На капитальную реконструкцию многоэтажек 322 миллиона рублей. Почти в два раза больше, чем в этом году. Также принято решение в 2024 году досрочно завершить программу переселения граждан из жилья, которые признали аварийным до 1 января 2017 года. На эти цели предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. И еще более 6,5 миллиарда пойдет на реализацию национальных проектов. Отмечу, что в первом чтении проект бюджета приняли практически единогласно. Ну а сегодня в Гурсовете будет работать наша съемочная группа. Подробнее об изменениях в казне расскажем в следующих выпусках «Часа новостей». Главное политическое событие года уже завтра, 14 декабря. Владимир Путин подведет итоги 2023. Это будет совмещенный формат. Традиционная большая пресс-конференция и прямая линия с гражданами. К слову, впервые собирать вопросы будет в том числе и Народный фронт. И после завершения общения президента с россиянами и журналистами участники движения будут их обрабатывать. Известно, что уже поступило более миллиона обращений. В совмещенном формате итоги года глава государства подводит второй раз. Так уже было в 2020-м из-за ковидных ограничений. Практика успешно себя зарекомендовала. По мнению экспертов, благодаря объединению двух мероприятий участвуют все и репортеры, и обычные люди. Эта встреча может стать рекордной по количеству важных заявлений. На ней будут присутствовать и корреспонденты зарубежных СМИ. Прямую трансляцию проведут сразу несколько федеральных каналов. Начало в 15 часов по омскому времени. В Москве также будет работать наша съемочная группа. Подробности в выпусках новостей. Стало известно, почему о МИЧАМ не пришли единые квитанции на оплату коммунальных услуг в декабре. Причину озвучили в энергосбытовой компании. Из-за прихода на новое программное обеспечение платежки просто не успели распечатать. Тем же, у кого подключена рассылка по электронной почте, документы направили вовремя. Напомню, по единой квитанции оплачиваются свет, горячая вода, отопление, обращение с ТКО и домофон. Деньги нужно перечислить до 10 числа. Поэтому люди изобили тревогу. Ресурсники пообещали, что бумажные квитанции разнесут по почтовым ящикам абонентов до конца недели. Взял кредит для мошенников. А МИЧ лишился 3 миллионов рублей, который занял в банках по просьбе аферистов. Полиции рассказали об очередном случае телефонного обмана. На этот раз, как выяснилось, у жертвы не было крупной суммы в заначке, поэтому мошенники и убедили взять кредит. А началось все с безобидного звонка, якобы по замене сим-карты. Мужчине сказали, что срок действия вышел и нужно актуализировать данные. Доверчивый МИЧ продиктовал номер паспорта, а уже после ему вновь позвонили якобы из банка и сообщили, что на него пытаются взять кредит. Чтобы не попасть в должники, нужно самому пойти в банк и оформить заем, а затем перевести средства на безопасный счет. Я снял деньги и перевел так же, какой мне пин-код сказали, туда я перевел. Там девушка, которая мошенница, она молодая, она прослушала ему телефонный разговор, там все это, не бойтесь, там аккуратно, там ведите себя. То есть инструкцию, да? Меня как бы не насторожило такой степени. Я позвонил на горячую линию, ну и девушка мне сказала, что сотрудники таких структур никогда не звонят. Так мужчина и понял, что стал жертвой мошенников. Однако в полиции напоминают, найти дистанционных аферистов непросто. Чаще всего они работают из других регионов и даже из-за рубежа. Поэтому ни в коем случае нельзя сообщать свои личные данные по телефону. С начала года дистанционные мошенники похитили у Амичей уже почти полтора миллиарда рублей. Жители блокадного Ленинграда начали получать единовременные выплаты. В нашем регионе пособия доставят 52 адресатам. Заслуженные деньги каждому принесут на дом. Выплаты получат все те, кто указом президента России награждены медалью за оборону Ленинграда или знаком жителей блокадного Ленинграда. Сотрудники почты доставят пособия. Это 50 тысяч рублей вместе с пенсией за декабрь. Напомню, что наградить блокадников постановил Владимир Путин, приурочив это к 80-летию полного освобождения города. Указ был подписан в сентябре. Омск пока уступает Москве. Голосование за звание молодежной столицы страны продлится оно еще неделю. Наш город поддержали уже более 56 тысяч жителей. Также вы можете изменить статистику. Напомню, что статус молодежной столицы не просто громкое название. Это мощный импульс к развитию образовательных и культурных проектов. Как показал вчерашний день, все может измениться в считанные часы. Так утром лидировал Омск, на втором месте был Красноярск, на третьей позиции Мурманск, на четвертой Владивосток. Москва замыкала пятерку, а сейчас вовсе вырвалась на первое место. Помочь Омску можно прямо сейчас. Для этого нужно зайти на портал «Дом молодежи» и проголосовать. Напомню, победитель получает право проводить на своей территории молодежные мероприятия всероссийского масштаба. Полторы тысячи омских школьников и студентов отправятся в Москву на международную выставку «Форум Россия». Такая возможность предоставится победителям конкурса. Его запустили региональный молодежный центр совместно с Омским отделением «Движение первых». Идея родилась после программы «Хаценка о важном». В эфире двух каналов губернатор ответил на интересующие вопросы жителей. В том числе омичи спрашивали о том, как попасть на выставку «Форум Россия» на ВДНХ, где представлены достижения всей страны, в том числе и нашего региона. И вот как раз этот конкурс – возможность исполнить мечту активных омских школьников и студентов. Первая группа – 46 человек в возрасте от 7 до 17 лет отправится в двухдневное путешествие в столицу уже 19 декабря. Всего же планируется, что вплоть до середины апреля выставку посетят около полутора тысяч человек. Заявки еще принимаются. Мы показали и посмотрели всю ту мощь лидеров Омской области, которые достойны каждой поехать на регион. Но я уверена, что это будет вдохновлять и мотивировать на развитие движения уже у себя в районе. Омские спортсмены успешно выступили на международных и всероссийских соревнованиях. Наши гимнастки шагнули на пьедестал в Кимеровской области. Фехтовальщики завоевали медали на соревнованиях в Новосибирске. А в самом Омске жаркая борьба разыгралась на беговых дорожках и в секторах для прыжков легкоатлетического манежа «Сибирский нефтяник». Подробности у Алексея Дареева. Амички стали бронзовыми призерами Кубка Сибири по спортивной гимнастике. Всероссийские соревнования на призы губернатора Кимеровской области проходили в Ленинске-Кузнецком. В турнире приняло участие более сотни спортсменов из Омска, Красноярска, Новосибирска, всего из 12 регионов нашей страны, а также из Казахстана и Киргизии. В соревнованиях по программе мастеров спорта наша землячка Анастасия Воронина завоевала бронзу в упражнении на бревне, а Евгения Гладкова поднялась на третью ступень педестала почета в упражнении на брусьях. Амские легкоатлеты разыграли награды мемориала Георгия Маковецкого и Сергея Макеева. Турнир прошел в легкоатлетическом манеже спортивной школы Олимпийского резерва «Сибирский нефтяник». В соревнованиях приняло участие около двухсот спортсменов. В беге на 60 метров отличились Владислав Круч, Артем Смаженков, Анастасия Миссюрина и Лейла Туциани. Лучший результат в беге на 400 метров показали Александр Моисеенко, Сергей Шамкин, Елизавета Павлова и Софья Троянова. Первое место в беге на дистанции 800 метров заняли Герман Шацкий, Илья Захаров, Анастасия Стрельцова и Екатерина Макаренко. В прыжках в высоту лидерами стали Александр Леонов, Никита Касталев, Надежда Непомнящих и Полина Чернозубова. Прыжки в длину лучше всех выполнили Даниэр Идрисов, Александр Кашаев, Наталья Богомолова и Ксения Литвинова. В прыжке с шестом победу завоевал Федор Долгов, Николай Евсеенко, Инна Гальченко и Полина Варрава. В беге с барьерами отличились Егор Бачков, Юлия Векшина и Маргарита Григорьева. В толкании ядра золотую награду завоевали Лев Рязанцев, Зарина Махмудова и Надежда Савочкина. Омские фехтовальщики удачно выступили на соревнованиях в Новосибирске. По итогам Перевоста Сибири в личном зачете наша спортсменка Татьяна Рягузова завоевала бронзу. В командном зачете Андрей Раздымаха, Алексей Перцов, Михаил Степанов и Никита Михеев заняли третье место. По результатам всероссийского турнира «Мастерский» Амич Глеб Миллер завоевал бронзовую награду. Алексей Дареев, 12 канал. Амичей приглашают отметить новогоднюю ночь на свежем воздухе в парке 30-летия ВЛКСМ. Организаторы обещают насыщенную программу, дискотеку, конкурсы, подарки. Начнется все еще до боя курантов в 23.30. Ну а завершится большое представление в 2 часа ночи. Погода обещает быть комфортной. Если верить долгосрочным прогнозам, в вечернее время ожидается минус 16 градусов. При этом порывы ветра будут слабыми. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло Музыка мирового класса 106,2 FM в Омске Если радио, то максимум 105 FM в Омске Широкий выбор и высокое качество. Все это можно найти в магазинах торговой сети «Автомотив». Компания ориентирована на клиентов, поэтому в продаже только самые востребованные автозапчасти и аккумуляторы. Подробности в нашем материале. Одно из главных испытаний для автомобильных аккумуляторов – зима. При сильно низких температурах слабые старые батареи с большей вероятностью выйдут из строя. Вернуть жизнь необычное авто поможет торговая северная сеть «Автомотив». Компания предлагает свыше 500 моделей аккумуляторов не только для автомобилей, но и для снегоходов, квадроциклов и промышленной техники. Здесь каждый найдет продукцию, соответствующую его потребностям и бюджету. Весь ассортимент проходит строгий входной контроль и предпродажную подготовку, гарантируя покупателям высокое качество и долговечность. А вы часто пользуетесь? Каждый день. Каждый день. Длительные, короткие? Нет, не длительные. Чисто по городу. По городу. Да. Сейчас такие морозы. Маленько подзамерзли автомобиль. Кроме того, в сети «Автомотив» всегда можно приобрести необходимые для автовладельцев товары. Клеммы, провода, инструменты, автомасла, антифризы и многое другое. Не только продаем, но и также диагностируем, обслуживаем аккумуляторы. Старые аккумуляторы, новые аккумуляторы, купленные в нашей торговой сети. Они обслуживаются бесплатно. Приобрести товары можно по адресам, которые вы видите на экране, либо узнать подробности по телефону 335-355. И о погоде. Завтра, 14 декабря, в Омске малооблачно, а в ночное время 19-20 градусов ниже нуля. Днем до минус 24, в районах переменная облачность, ночью минус 15-16. Дневная температура до минус 24. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 776 миллиметров ртутного столба. Далее смотрите программу «Местные жители» с Ольгой Чернышевой. До встречи в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова